Добрый вечер, Олег. Здравствуйте, Александр и все зрители. Сегодня мы поговорим немного о зеленых зонах Симферополя. Одна из них, это, наверное, наиболее старая зеленая зона, это городской сад, ныне Екатерининский сад. И, я думаю, сегодня будет зрителям интересно услышать о самом большом парке города Симферополя, о Гагаринском парке. Тем более, что он у нас сегодня в преддверии, в общем-то, грандиозной реконструкции. Давайте начнем все-таки с городского сада. Насколько я знаю, впервые о нем стало известно еще в начале 19 века, если я не ошибаюсь. Ну да, дело в том, что там раньше находился пустырь, а практически заканчивался Симферополь. И жители туда сваливали, естественно, как у нас любят, разновазные отходы. Ну и в конце концов, а это было рядом с домом губернатора, и было ясно, что, конечно, это необходимо менять такое дело. И вот в начале 19 века было принято решение, чтобы сделать там этот сад новый. Это еще когда был губернатор Бороздин при нем. Но, к сожалению, эти планы его начали реализовывать. Там в 1809 году оно, это строительство началось. Тут еще началась война 1812 года. Что-то растащили какие-то зеленые новые эти насаждения. И поэтому уже вернулись к, так сказать, к новому строительству этого сада в 1820 году. Ну вот предварительно, если говорить то, что было на этом месте до этого, была свалка. По некоторым данным, еще при отмечете, это было большое кладбище, да, мусульманское, если я не ошибаюсь. Причем оно было очень длинное вдоль реки Салгиро, оно шло. И где-то по улице Воровского, и до самой практически площади Советской, если даже не больше, да, оно было? Ну да, есть такие сведения. И, как известно, иногда там еще и находят какие-то старинные гости. А еще можно вспомнить, что на улице Воровского сохранилась могила Салгирбабы, святого, которая, к сожалению, все еще закрыта и никак не превратилась у нас. То есть вот эта вот могила, это и есть в чем-то то, что осталось от этого кладбища, да, эта могила? Ну, по всей видимости, по крайней мере, это вот так считается. Насколько я знаю, что эта могила действительно, она была достопримечательностью еще и дореволюционное время, и после. И сегодня, насколько я знаю, ее тоже готовят к тому, чтобы это была одна из достопримечательностей Симферополя, вот именно мусульманская достопримечательность. Но давайте вернемся все-таки к парку. Значит, он не в один момент, да, появился, что вот его решили и разбили. Потом после, да, война, вы сказали, и на какое-то время эта идея не была актуальной, да, для Симферополя? Ну да, но уже после 20-го года его начали интенсивно, так сказать, облагораживать, засаживать. И уже в 1803 году, когда известный деятель Всеволожский приехал сюда, он уже описывал, что есть великолепный сад, в нем много посажено разных растений, причем таких много, достаточно экзотических, как он это отмечал. Это какой год Всеволожский? 1837. То есть это уже парк был разбит как в 17 лет, да, если считать, что где-то в 20-м году он был открыт? Конечно, да. Насколько я знаю, что вход даже в парк тогда был ограничен, туда можно было, ну это был платный вход на тот момент, в дореволюционное время. Ну да, естественно, сделали его и платным, и к тому же еще и забор для того, чтобы, ну, кто-нибудь там, какая-то публика, так сказать, не белая. Я помню, что и в советское время там был не только парк, там были какие-то веранды для того, чтобы там играть могли, там, в шашки, в шахматы, там был и кир, да, там и вот зеленка, бывшая дискотека, очень известная, это в то время, еще в прошлом веке. В дореволюционный период там тоже было много заведений различных? Ну, судя по старинным картам, там в основном виднеются различные цветники были, много зелени было насажено, ну, по поводу вот того, что там какие-то были... Я слышал, буфет, чуть ли не театр Варьете какой-то находился. Да, вот этот театр Варьете, вот судя по старинным картам, он как раз находился на том месте, где сейчас стоит полуразрушенный открытый кинотеатр «Ракета». И получилось, что когда строили кинотеатр в Симпиаполе, его так расположили, что он как бы... Писался вот к этой сцене, да? Да, вот в этот, так сказать, силуэт. Что еще вот известно о вот этой территории, об этом парке? Что еще там было, может быть? Интересно, в советское время? Я знаю, что памятники неоднократно менялись на этой территории. Ну, вспомним, что вот недавно там была законченная конструкция и восстановили по старым айсункам вот этого мальчика с рыбой, который сейчас там стоит, этот, так сказать, фонтанчик. Но это фонтан уже советского периода или это фонтан дореволюционный? Это еще был фонтан, сделанный еще перед революцией. Ну, и естественно, что мы знаем, что там разнообразные события происходили. То есть, надо вспомнить 1905 год, когда там, значит, убили, там около него очень много, там очень много людей. И уже в это время там стоял памятник Екатерине Второй. Уже был построен, который, мы, как знаем, его восстановили несколько лет назад. Вот. А уже, естественно, что в советское время из Екатерины сделали памятник Свободе. Рабочие, перебивающие, да, оковы земного шара. Да, да, да. А с боков вместо там Суворова и Булгакова уже стояли там в Марксе Энгельс. То есть, в таком стиле он был сделан, конечно, этот. Ну, я так понимаю, 1905 год, это как раз революционные, да, события. И вот именно тогда были и жертвы, да, в этом парке. Ну, да. Это было после опубликования Николаем Вторым манифеста. И вот все посчитали, что уже есть свобода, можно делать все, что угодно. И там шла демонстрация, в этом месте столкнулась группой черносотенцев. И вот как раз вот это там и случилось. На период начала Великой Отечественной войны уже фактически оккупация была почти сразу после начала войны. Достаточно быстро немцы и румыны подошли к Крыму, к Симферополю. Что находилось в этом парке? Какой памятник там стоял на начало войны? Насколько я знаю, уже там стоял Ленин. Ленин был и известный факт, что его спрятали, закопали от немцев, а уже потом его откопали. То есть был там вот такой случай. Хотя хочется вспомнить, что там еще висела табличка, которой сейчас уже нет. Эта табличка говорила о том, что тут когда-то выступали, приезжал Галинин и Петровский. В 20-е годы, да? Да, в 20-е годы. И эта табличка висела-висела, ее потом разрушили и не восстановили. Действительно там вот выступал и Калинин, и Петровский. Ну да, конечно, на этом как раз. То есть этот парк, он во все времена, да, и в дореволюционное время, и уже в советский период. Это был такой центр общественной жизни, да, где можно было проводить какие-то мероприятия и так далее. Ну конечно, а еще можно вспомнить эту знаменитую историю, что как-то ночью в него перебрался через забор разбойник Алим. А, известный татарский разбойник, да? Да, да, да. И он там уснул, потому что считал, что его уже закрывали на ночь, что там будет все спокойно. Но там все-таки его задержали, какой-то, видимо, обход был. И как было написано в одной из книжек, эх, как бы не пьян, говорил этот Алим, что иначе бы меня они так и не сумели бы арестовать. Но об этом герое достаточно много легенд, да, и среди там крымских татар и вообще. Действительно имела место быть такая персона? Ну, если имеются, так сказать, официальные документы по поводу его ареста и суда, и что его сослали в Сибирь, и что он встречался с нашим известным художником Айвазовским, это тоже известный факт. Действительно была такая фигура, да, историческая. Вот вы говорили, через дорогу практически от городского сада, Екатерининского сада, находится дом губернатора, да? Дом губернатора тоже, по-моему, достаточно такое знаковое для Симферополя здание, учитывая, что в нем были и наши самодержавцы, да, то есть, и, насколько я знаю, Николай II, Александр I, если не ошибаюсь. Это тоже достаточно такое, вот, можно сказать, продолжение вот этой территории все-таки исторического парка и вообще исторической зоны Симферополя? Ну, конечно, мы же знаем, что после 20-го года в этом здании, после Николая II, у нас там находились известные белокуны, землячка, это вот те, которые вот сто лет назад как раз принимали участие в массовых расстрелах сдавшихся офицеров. Тоже известный факт. Но я хотел еще вспомнить такой интересный факт по поводу того, что сейчас там посадили очень много зелени. Есть сообщение, где писали, что, к сожалению, в парке очень плохая земля и там очень плохо все растет. Ну, имеется в виду, это было еще до революции. Но сейчас, насколько видно, там землю добавили. Нет, конечно, там большие работы были проведены, но а земля плохая, может быть, это как-то было связано с тем, что на этой территории многие годы кладбище находилось. Хотя, я не понимаю, на кладбище, по-моему, они тоже растут очень хорошо, растения самые разные. Ну, вот еще, может быть, подводя какую-то черту под нашим разговором о городском саде, что еще мы можем о нем сказать? Особенно советский период. Я знаю, что там был фонтан очень долгое время, он работал, был очень красивый фонтан. Причем его разбили после того, как множество памятников ставили после Екатерины, да, это и рабочие, один Ленин после войны, другой Ленин. Потом все-таки приняли решение все памятники убрать и все-таки поставить фонтан. Ну, да, стоял фонтан. Причем, мне кажется, что он одно время еще был и цветомузыкальным немножко. Вот есть такие воспоминания еще, так сказать, детские. Вполне возможно, что там что-то такое использовалось. Но, в конце концов, все-таки вернули памятник Екатерине. Ну, историческая справедливость тут никуда не деться. Тем более, мы знаем, что памятники Екатерине, как и, в общем-то, тоже восстановленный Александр Невский, да, собор кафедральный, это были достопримечательности дореволюционной России. Очень много было открыток, почтовых открыток, где была изображена Екатерина и этот храм. Поэтому сегодня это снова достопримечательности, которые спустя где-то там сто лет, где-то, может, меньше, но они на своем месте вернулись на свои исторические места. Ну, да, разумеется. Но еще нужно вспомнить, к примеру, тот же самый источник Савопула. Вот что интересно, весь этот холл, он, видимо, весь очень сильно насыщен водой. И мы знаем, что там постоянно сверху вниз там сливаются разнообразные стройки воды, родники. И вот из них сделали вот эти озера, потом же внизу, вот эти чистые пруды. И еще там в некоторых местах, я даже видел, после реконструкции они просто сделали такие сливы, чтобы эта вода оттуда выходила. Кстати, вам нравится реконструкция, то, что сделано? Красиво? Ну, более-менее. Но у нас как-то непонятно вот это получается частичная реконструкция. Нет, я знаю, что еще не завершена реконструкция, но вот то, что уже сделано, вам вот как историку нравится, в общем-то, это снова фактически ведь парк до реконструкции был, ну, очень непрезентабельного вида, там особо было не погулять ни с детьми, ни покататься на чем-то. Единственное, что я слышал от жителей Симферополя уже, они говорят, вот раньше это был все-таки парк, а сейчас это сквер. Почему? Потому что им все-таки жалко, что там спилили очень много деревьев, и он очень стал очень сильно просматриваться. Раньше он ведь зеленый был, но будем надеяться, что там все еще вырастет. Он и будет зеленый, тем более, что он был зеленый, это вспоминают, наверное, советское время, потому что когда его разбили дореволюционный, мы видим фотографии, вообще, в принципе, там до трех метров деревья на наших улицах были, не выше, потому что это просто они потом разрослись, уже дореволюционное время, в советское время разрослись. Давайте перейдем к нашему второй зеленой зоне, самой большой, для многих самый любимый парк, тут что ни говори, это Гагаринский, он самый крупный, там есть пруды, там есть аттракционы. Когда этот парк появился и что там было раньше, до того, как там был разбит вот этот вот парк Гагарина? Ну, вы знаете, это, в общем-то, это одна из загадок Симферополя в чем-то, потому что на многих старинных картах весь этот огромный район зеленый называется имением Мерлина. Кто такой этот Мерлин? Ну, как известно, мы знаем, кто такой Мерлин был в старинной Англии, а здесь какой-то был владелец земли, вот вся эта земля была практически, которая шла от вокзала и заканчивалась аж с нынешнего ДКП. ДКП, да, вот туда, что она доходила. И вот эта земля, она, конечно, была очень влажная, естественно, а тем более мы знаем, что сливались Малый и Большой Салгир, и, естественно, там еще свои были источники воды, поэтому там очень влажное это место было, и вот уже, когда построили троллейбусную трассу на Алушту и Ялту, а опустили их, решили их пустить не через город, потому что они создавали слишком пробки большие в самом начале своего использования, и поэтому сделали вот этот заворот, на месте которого потом появилось Московское кольцо. Вот, и тут образовалась вот эта зеленая зона, а тем более там стали строить жилые дома как раз вот. То есть на этой территории были и жилые дома тоже? Нет, их не было, и как раз начали уже строить, именно вот после того, как построили эту дорогу, начали вот этими пятиэтажками застраивать. Ну а вообще, как идея появилась, что все-таки здесь должен быть парк фактически? Ну на тот момент, может, это и не был центр города, как сегодня, да? Да, но парк, тем более, что непростое было дело сделать и такой пруд, в общем-то, достаточно большой, учитывая, что он искусственный. Ну да, это естественно. И ходит, конечно, легенда, и у нас 100% никто никак не подтвердил, что, как сообщается, кто-то из высших, так сказать, из высших чинов из Москвы сюда приехал, спросил, «А где у вас самый большой парк?» Ему показали вот этот еще тогда сильно заросший район и сказали, «Ну мы его еще не доделали, вот мы его закончим, и будет отлично здесь находиться парк». Вот, и вот его именно вот тогда, в начале 60-х, его и начали делать. Ну и еще тут полет Юрия Гагарина, и никто не сомневался, какое имя ему дать этому парку. Понятно. Вот на ваш взгляд, сегодня вот его, он практически был отремонтирован за последние годы, много добавилось, да, во-первых, там и плиточка, там где-то асфальт, там урны, там скамеечки. Вам нравится сегодня парк имени Гагарина? Ну, в принципе, ничего плохого сказать не могу, хотя, конечно, вот еще когда-то, да, его делали, что не нравилось, что там были многие, можно сказать, что удобные дорожки, а их решили, кто-то решил, что лучше их пустить немножко иначе. И вот сделали эти новые, а старые эти плитки убирали, хотя можно было их оставить. Ну, не нравится человеку там идти, он может сходить здесь, правильно. Поэтому вот в этом плане мне не очень нравилась вот эта старая реконструкция. Что еще можете сказать о парке имени Гагарина именно в историческом плане? Ну, что там можно еще сказать? Ну, сложно что-то еще рассказать. Единственное, что можно вспомнить, что вот этот известный пруд, который у нас там есть, то на самом деле, я когда изучал старинные карты, я пришел к выводу, что вот в него вливается небольшой ручеек, и потом в конце выливается. И вот в этом месте, где он соединяется с Малым Салгиром, на самом деле он шел именно, продолжал идти вот туда, в сторону. А не соединялся, вот как сейчас, с Большим Салгиром, именно на территории самого сада. И соединялся с Большим аж где-то в районе, в предприятии, как пример мебель. И многие отмечали из-за этого, что у нас образовалось. Когда в Салгирах было много воды, здесь была огромная болотистая местность, ну, естественно, все хорошо росло, и было много уток, и чиновники ездили охотиться. То есть на территории нынешнего Гагаринского парка, это уже в советское время? Нет, нет, это еще... А, это дореволюционное время. Это еще в то время, да, они охотились, и это было известно. Где поохотиться, вот туда поехали. Я знаю, что и даже территория, немножко коснемся другой нашей зеленой зоны, это бульвар Ленина, да, это как вот по направлению к железнодорожному вокзалу. Я слышал тоже, что в дореволюционное время, еще тогда даже вокзала там не было, там находилась достаточно такая обширная болотистая местность, где местные помещики охотились на уток. Это, наверное, фактически та же самая территория сегодня. По всей видимости, да. Рядом. Вот у нас буквально минута, вот у меня не часто гости, там, краеведы, авторы книг о Симферополе. Что бы вы сказали симферопольцам о нашем городе? Что сказать? Ну, вот есть многие люди, которые приезжают впервые в Симферополь, и он им чем-то не нравится. А мы его любим именно таким, какой он есть. Вот все его мелкие детали, все его, ну, может, какие-то неудобства, мы все равно их считаем своими. Мы считаем, ну, в общем, проявляем свою любовь вот к этому Симферополю, какой он есть, и надеемся, что он будет еще намного лучше. Думаю, на этой светлой ноте и завершим нашу сегодняшнюю программу. Олег, спасибо, что нашел время и пришел к нам в студию. Уважаемые телезрители, напоминаю, что сегодня гостем программы «Лица столицы» был Олег Широков, краевед, автор книг о Симферополе и Крыме. А я прощаюсь с вами. Всего доброго. Любите наш город. Встретимся через неделю.